И чего хорошо, что ее можно, чем я ей занималась, привет, это ей удачно, скажу что. Распускать и перелязывать. Когда ее распускаешь, она такая пожеванная, пожамкая. А потом прям нужно все, черную распускала. А ты вот так же, как показывала, в биткой брызгала. Нет, я не знаю. Ты вот так вот сидела, просто расправляла. Да, я просто вот сидела, медитировала, расправляла, вот прям как-то полностью моток. А вот в нашем рюке, самое главное, чтобы она была эластичная, ну и тонкая для подкладок. Потому что если мы сделаем обычный купальник, да, вот такой, полотно все-таки немножко плотнее, чем обычное купальник. Вот, и если к такому полотну пришить бифлекс, толстую подкладку, то оно утяжеляет изделие, ну и соответственно, оно дольше будет согнут. Вот, поэтому я вот такие... Ферсизированная, ну вот я салфетка не шесткая. Ну как, шестковатая. Как я с ним свежала. Ну, допустим, как мне нормально. Я вам оказала салфетку, я с детьми полотнула. У меня с петли были. У меня уже кто-то с обновками пришел уже. Мне кажется, нормально. А кто-то приехал в отпуск? Откуда вы? Расскажите. Павла Карат, Липропетровская область. Липропетровская область. Приятали в отпуск, да, надолго? На недельку. На недельку. В Одессу. В Одессу. Любимый город. Очень приятно. Что это вы держите? Летняя ниточка. Летняя ниточка. Лен с хлопком. Приятно? Очень приятно. Магенькая очень. Мам! 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 Класс! 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 Интересная. Свет понравился. Книжечки посмотрели? Что-то понравилось? Да, книжку я выбрала. Выбрали. О, по-ирландскому, да? Да. Ой, по этому... Нет, многоцветные не будут. Да, 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 да. Потому что это довольно сложная тема. И, допустим, по интернету мне вязать неудобно. А материалов по ней мало. Угу. Хотя вот эти протяжки я не делаю. На перстках вяжете или без? Еще не пробовала. А на перстках лежит, еще не пробовала. Уже лежит полгода. Други не доходят. Но, если честно, вот такие протяжки я не делаю. Они сильно длинные, да. Да. Я делаю, кажется, две петельки. Угу. 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 Хороший выбор. Да. Светочка, ну сверкните своей чайкой. Ха-ха-ха. Красотища. Из шелка. Опишите. Что это? Я добавила некоторые полосочки с лерексом, некоторые с черным, с пайетками. Очень красиво смотрится. Очень. Да, хорошо, Доча, хорошо. Олеся, все по книжкам, да по книжкам. Что на этот раз? Не знаю. Ты увидела мою визуальную библиотеку, да, и подумала, что у тебя не все так плохо. Все, надо догонять, надо догонять. Это же Ира, искусить. Эта книга, это вообще. Какая, какая? А, ну да, 200 японских. А вот принимали участие в розыгрыше в честь дня рождения? А я же выиграла у Иры в прошлый раз на японском. А я нет, у меня все было из наличия. Я тоже не принимала, хотя Даша вон выиграла. Я себе результаты на увидела. У мамы 260 узоров, да? А? В японском варианте 260 узоров. Сейчас? А, может, вторую я выиграла раньше у Иры. Да, да, да. Да. Вы видели у нас Лики синие приехали? И Ирика. А, видели. Видели, видели. Маш, вот здесь какой у меня большой ток. Да. Молодец. Вон здесь тоже, видишь, беща. Лилечка. Что, таки савиа, да? Да, мне они образцы отдавали, мне очень сильно понравилось. Я думаю, снут связать с ним будет. Даже шапку из нее вязали, но, правда, в две нити. А я без шапки ходила. Ты очень понравилась. Ты без шапки ходишь? Ну, тогда снут точно нужен хороший. Да, это вполне муже, чем здесь. То есть у меня бедра, ну, такие рожавшие женщины бедра. Что ж? Я мать. Восемьдесят три, да? Да, да. Восемьдесят три. А, да. Да, да. Так. У меня 20 лет больше было. У меня тоже было больше. Соплотка. Да. Шесть с половиной. Муж не кормит тебя? Не на камеру. Но на камеру пряжу. Пиши вместе, пардон. Здесь, вот здесь. Да, это я шучу. Но учитывайте, что пряжа наша какая? Стрейчевая. Поэтому она что? Минус пятнадцать. Тянется. Минус пятнадцать. Молодец, пять. Минус пятнадцать процентов. Отнимаем. Но, девочки, смотрите еще такой момент. У вас может быть не пятнадцать процентов. То есть вот когда вы связали образец, вы его оттягиваете и смотрите. Потому что вот у вас, Лена, плотность вязания больше. И я так подозреваю, что у вас может быть не пятнадцать, а там двенадцать, десять. Кто рыхло вяжет, может и восемнадцать быть. То есть и такие случаи бывают, что вот связали, да, а потом меряешь, а оно хоп, и больше, чем положено. То есть верхняя часть немножко завышенная, а эта часть передняя немножко ниже. Но мы об этом еще поговорим. Значит, мы сняли мерку тут, где будут сидеть наши трусики. Я себе делаю обычно среднюю посадку, сейчас она актуальна. Но, кстати, нижняя посадка тоже возвращается. То есть можно... А я люблю совсем-совсем низко. Вау, не ожидала. Нет, тут побыстры. Не надо. То есть вот, да, мы взяли, померили, как мы хотим, чтобы они сидели, где именно. Вот, допустим, низкая посадка 83 сантиметра. Так, коротку я стираю. Ребенок еще больше. Ой, Лена, искусительница. Какой шоколадный? Шоколадный она просит. Шоколадный. Я? А, нет, я ни в коем случае хочу. Главное, вяжут купальники и едят сладкое. Летом. От сезона независимо сладкое, что всегда. 84, да, у меня было? Да. Вот какая ошибка. Это у меня девочки пришли вместе с своими почти готовыми шапочками. Тут Лен-горка, посмотрите, какая красота. Посмотрите. Красотища. И Натали, прямо все. Сразу селфи. Что вы видите? Какой шоколадный она просит. Нет, что такое. Мы приехали, мы подожили, сформация и в слоях. И в слоях, в слоях, в слоях. Они где-то добавляют. Ну, европейские вот мы сейчас. А, что что половина полистико надо. И сейчас это пряк, и в слоях. И в слоях. Это полистанская может быть пряжа. Может быть слоях. Ну, может быть слоях. А, что листрика. или мы покупаем обижание на Туркерабр, или мы читаем журналы, и там даны результаты, и мы понимаем, что такое туркмаркеры нам могут понять, что такое ДК Дабл Книг Ярн, что такое Воркстед Ярн, что такое Фингерин Ярн, если вы спросите вопрос, что такое Фингерин Ярн, сильно удивитесь, потому что вам Гугл переведет. Но фингер это пальцы. Пальцевая пряжа. Я спросила у Гугла, оборжусь. Что такое ДК Дабл Книг Ярн и Дабл Книг Ярн? А что это? Почему? ДК это два, от них уникальные термина могут обозначаться совершенно разные понятия, но друг к другу их отношения. Это просто академическая, просто интересная информация. Мне иногда нравится, я периодически пытаюсь учить английский язык, периодически в лесу переводить всякие иностранные статьи. Ну, кстати, вот я еще буду представить мастер-класс по поводу состава и как определить одного другого, это было бы очень полезно для вас. Ну, это, конечно, мастер-классы по поводу методов. Ну, в принципе, вот такая тоже градация. Слышите? Слышите, слышите, я даже записываю. Мастер-класс. Тело мастер-класса, состав пряжи и как определить подручными методами приблизительный состав пряжи. Я только про поджог могу рассказать. Про поджог? Да, потому что химриактива меняют лево. Я только с достоинными, подручными северами. Как это вы тут создаете опасную эту? Опа. Ага, вспомнила, вспомнила, как отличить. У него он похож, но он на вид как будто бы вот оплавляется. Кто? Ну, он раз... Ну, так и по похожим, так и по оплавлятся. Чем пахнет? Он должен пахнуть волосом. Вот у нас, кстати, есть сравнить бурет, как это был моток. Он должен пахнуть волосом. Шелк был там, в том конце. Вроде как и так и есть, но маленький все-таки кусочек нет. Все-таки шерсть совсем по другому. Марина, что ты делала? Полила шелк. Полила? Полила? Полила. Это вторичка шелк, который самого качества попроще. Да. Ага. Вот это вторичка. И что, расшифруй? Да. Перцы, пахнеторы, перцы, колбаска. Ну, это типа сопилка. А это что? Ну, это вроде как другого качества шелк. Ну, вот видишь, он горит совсем иначе. Он горит больше как хлопок. Да, он горит больше на хлопок. Это похоже. Ну, он опять же, видишь, он мягче в разы. Он похож. Ну, видишь, это вторичка еще. Это вторичка. Потому что вот тот горит именно вот так, как он больше на шерсть похож. Ну, потому что, наверное, все-таки похоже на что-то натуральный. У него должен быть такой запах паленого. Вот немножко он должен отличаться. У него запах паленого волоса, а не паленой свиньи. Ну, хотя это, ну, шерсть это тоже волос. Просто как бы... А вот, кстати, курет не шел, пожалуйста. Только я беру петель. Всем привет. Мы у нас в студии. Скажи всем привет. Угу. Привет. Угу. Мы в студии. Привет, Лидочка, заходи садись. У нас приходил большой дядя и я его тащил. Конфеты все задал, правильно? Да. И нужно его приучить. Проучить надо его, да? Да. Все. Все, тихонечко. Смотрите, у нас проходит мастер-класс по ловоське. Валя приехала из Херсона. Саламаха вяжет ее профиль. Еще девочки некоторые опаздывают. Мы сейчас тихонечко подойдем и посмотрим, кто чем занимается. В соседней комнате у нас заканчивается курс по купальникам. Дополнительное занятие девочки взяли. Мы сейчас посмотрим. А у нас тут трусы. Я на меня не трусы. У тебя дела? У тебя наши стволочки? У кого? У тебя все дела? Да. А потом еще пойдем на массаж. Прекрасно. Вы как? Да. Ты во сколько планируешь? Мы с вами будем. Да. Да. Это внутреннее чувство и не надо этого бояться. Но даже если вы ошиблись в выборе материала, никогда себя не казните. Вы ошиблись. И что мы обычно себе... Вот мы ошиблись в расчетах, мы ошиблись в крючке, в плотности. Выберем материал. Что мы всегда себе делаем? Мы себе сразу такой хвост от ализма вытащили вины, да? Я зря купила нитки, я зря потратила время просто. Сделайте эту ошибку своим вот эксклюзивным видением чего-то. Что это такое? Девочки, к нам приехала Наташенька. Очень рада знакомству. Наташа, откуда вы приехали? Это наш зритель Даши и меня на ютубе. И почему-то стесняется писать комментарии. Откуда? Бывший Кировоград. Это центр Украины. Вот. Мы вас очень рады приветствовать. Я специально приехала, я вас очень-очень давно искала. Я очень за вами люблю смотреть и наблюдать. Желаю вам процветания и всегда вот такого блеска в глаза. Спасибо. Я очень-очень рада, что вы меня дождались. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.